Как болея раком, сберечь сердце у наших больных? Но не мне вам рассказывать, что за последние годы прогноз онкологических больных существенно улучшился. И на первый план сейчас выходит проблема необходимости поддержания у этих больных приемлемого качества жизни, которое зачастую страдает из-за сердечно-сосудистых осложнений, присущих большинству противоопухолевых препаратов. При этом страдает не только качество жизни, страдает у этих больных и прогноз. Например, больные, которые в детстве пережили рак во взрослом состоянии, умирают гораздо чаще своих сверстников и прежде всего за счет сердечно-сосудистых осложнений. Практически любой противоопухолевый препарат оказывает то или иное кардиотоксическое воздействие. Самое большое значение имеет развитие дисфункции сердца, дисфункции левого желудочка. Существует два основных типа дисфункции левого желудочка, связанных с приемом противоопухолевых препаратов. Первая типа присуща исключительно антрациклиновым антибиотикам. При этом типе дисфункции поражение миокарда носит в большинстве случаев необратимый характер за счет того, что при этом типе дисфункции умирают клетки сердца. При втором типе дисфункции сердца, прототипом которой является изменение в сердце, связанное с приемом тростозумаба, наоборот, в подавляющем большинстве случаев, если вовремя приостановить введение тростозумаба, то шансы на полное устранение проблемы велики. И все из-за того, что при этом типе дисфункции практически нет гибели кардиомиоцитов. В своем выступлении я попытаюсь ответить на те вопросы, которые встают перед вами всякий раз, когда вы приступаете к лечению своего пациента и назначаете ему потенциально опасные с точки зрения воздействия на сердце противоопухолевую терапию. Как оценивать у этих больных исходно риск развития дисфункции сердца на фоне этой терапии, как минимизировать этот риск до и во время терапии, как диагностировать развитие дисфункции сердца на фоне химиотерапии и как эту дисфункцию сердца лечить. И в своем выступлении я буду опираться в основном на рекомендации по кардиологическому введению онкологических больных Американского общества клинической онкологии, опубликованные в конце прошлого года. Итак, первый вопрос. Наверное, самый основной вопрос, с которым вы сталкиваетесь, назначая свою терапию больному, назначая ему терапию, потенциально оказывающую кардиотоксический эффект. Это оценить риск развития дисфункции сердца на фоне этой терапии. И вот факторами высокого риска развития дисфункции сердца на фоне противоопухолевой терапии является следующее. Использование доксорубицина в высокой дозировке, высокой, значит, превышающей 250 мг на метр квадратный. Использование лучевой терапии в высокой дозировке на область грудной клетки, на левой половине грудной клетки выше 30 грей. Использование любой дозы доксорубицина в сочетании с любой дозой лучевой терапии. Использование любой дозы доксорубицина или тростозумаба с одним из следующих ситуаций. Наличие у больного нескольких факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, два и более, какие это факторы риска? Курение, нарушение липидного обмена, диабет, гипертония, ожирение, пожилой возраст или исходные нарушения функции сердца. Здесь наибольшее значение имеют наличие у пациента инфаркта миокардового анамнези, пограничные значения фракции выброса, показатели оценивающие сократимость левого желудочка, ну и значимые клапанные пороки сердца. И, наконец, о высоком риске мы можем говорить тогда, когда любая доза доксорубицина сопровождается последовательно терапией тростозумаба. Вы прекрасно знаете, что риск развития дисфункции сердца при использовании антрациклиновых антибиотиков носит четкий дозозависимый характер. При этом скачкообразное увеличение риска развития дисфункции сердца начинается с дозы в 240-250 мг на метр квадратный. Пожилой возраст также является существенным фактором риска. Вы знаете, что чем больше временной зазор между окончанием терапии антрациклинами и началом терапии тростозумабом, тем меньше риск развития тяжелой сердечной недостаточности. Но, тем не менее, даже если зазор временной составляет 3 месяца, все равно у ряда больных случается тяжелая сердечная недостаточность. Поэтому, если антрациклиновая терапия сопровождается терапией тростозумабом, эти больные априори будут иметь у нас высокий риск развития дисфункции сердца. И вот давайте рассчитаем исходный риск развития дисфункции сердца на клиническом примере. Больная 54 года. Год назад ей диагностируют левосторонний первичный рак молочной железы херпозитивный. Начата неоадивантная терапия. Доксорубицин в кумулятивной дозировке 240 мг на метр квадратный плюс циклофосфан. Затем ее перевели на тростозумаб плюс поклитоксель. Через полгода сделали операцию. Лучевая терапия. И сейчас больная находится на годичном курсе тростозумаба в виде адивантной терапии. При клиническом обследовании у нашей больной никаких особенностей нет. Она не курит. Давление нормальное. Индекс массы тела нормальный. Холестерин нормальный. Глюкоза нормальная. Наследственный анамнез не отягощен. По данным эхокардиографии никаких изменений нет. То есть у нашей больной нет никаких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И нет самих сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда вопрос. Имеет ли наша больная повышенный риск развития дисфункции сердца на той терапии, которую я зачитал? Два варианта ответа. Да, имеет. И второй вариант нет. Как вы думаете, коллеги? Правильный ответ. Да, имеет высокий риск. Несмотря на то, что наша больная сравнительно молодая. И у нее отсутствуют какие-либо сердечно-сосудистые заболевания и факторы риска. Она ведет сознательный образ жизни. Но ей изначально планировалось терапией доксорубицином, тростозумабом плюс лучевая терапия. То есть наша больная по факту этой терапии относится к пациентам, у которых велика вероятность развития тяжелой дисфункции левого желудочка. Следующий очень важный вопрос. Что нужно сделать у такой больной, чтобы минимизировать риск развития дисфункции сердца до того, как мы начали вводить ей тот же самый энтрациклин? Первое, что лежит на поверхности, это избегать или минимизировать использование потенциально кардиотоксической противоопухолевой терапии. При условии, конечно, что существуют равноэффективные противоопухолевые лечения с меньшей кардиотоксичностью. Но если мы не можем избежать назначения кардиотоксического препарата, то любому такому больному исходно делают ЭКГ, делают УЗИ сердца, эхокардиографию и проводят тщательное свидетельствование на предмет выявления факторов риска и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. И в случае выявления таковых принимают все усилия для их коррекции и лечения. Препаратами высокого риска развития дисфункции левого желудочка являются антрациклины, циклофосфамид, тростузумаб, средний риск децитоксел, пертузумаб, сунитинеб, сарафиниб. Меры по профилактике дисфункции левого желудочка будут не лишними и при проведении самой противоопухолевой терапии. Если у больного имеются те факторы риска, на которые мы можем воздействовать, то надо заставить больного бросить курить, надо четко контролировать давление, уровень сахара в крови, уровень липидов в крови, начать сбрасывать лишний вес. Если же у нашего больного планируется введение антрациклинов высокой дозировки, например, доксорубицина выше 250 мг на метр квадратный, то здесь всегда целесообразно рассмотреть возможность назначения такому больному одновременно с доксорубицином хилатора железа дексорозоксана перевести больного на постоянную инфузию доксорубицина или же использовать липосомальные формы препарата. Как правильно с точки зрения кардиологии ввести больного, находящегося на потенциально опасной кардиотоксической терапии? На всех, перед каждым циклом, будь то введение антрациклина или тростузумаба, надо собирать у него жалобы и подвергать тщательному физикальному исследованию на предмет выявления симптомов и признаков дисфункции сердца. И если таковые выявляются, то сразу больному выполняют эхокардиографию, и лучше взять кровь на биомаркеры, маркеры некроза миокарда и маркеры дисфункции миокарда. Естественно, направить больного на консультацию к кардиологу. Диагностика дисфункции сердца, связанная с приемом противоопухолевых препаратов, основана на серийном определении такого показателя, как фракция выброса левого желудочка, отражающая, какая доля миллилитров крови выбрасывается в аорту от объема левого желудочка. Фракцию выброса можно рассчитать с помощью эхокардиографии, сэнтиграфии миокарда, магнитно-резонансного исследования. Магнитно-резонансное исследование является самым точным, так называемым, золотым стандартом оценки фракции выброса. Естественно, в клинической практике мы в основном рассчитываем фракцию выброса с помощью того, что более доступно – ультразвука. И на сегодняшний день мы можем говорить о дисфункции левого желудочка на фоне противоопухолевой терапии тогда, когда имеет место снижение фракции выброса левого желудочка более 10 единиц от исходной величины и ниже нижней границы нормы, то есть ниже 53%. Попутно замечу, что та дисфункция сердца, которая может возникнуть на фоне приема антрациклинов, вызывает тяжелейшее состояние, тяжелейшую сердечную недостаточность, получившее название антрациклиновая кардиомепатия. Вот из всех существующих в кардиологии форм кардиомепатий, именно антрациклиновая кардиомепатия самая грозная, самая злокачественная. И двухлетняя выживаемость при антрациклиновой кардиомепатии меньше 50%, то есть зачастую ниже, чем при тех онкологических заболеваниях, против которых вы антрациклину и назначили. А с учетом того, что фракция выброса позволяет зафиксировать значимое снижение сокративности левого желудочка, то есть тогда, когда уже изменения в неокарде, много наносит необратимый теракт, то основные усилия во всем мире сосредоточены на поиске тех способов диагностики самозначальных степеней дисфункции левого желудочка, когда еще фракция выброса нормальная, чтобы своевременно назначить протективную, защитную кардиологическую терапию и минимизировать риск последующего снижения фракции выброса и развития дисфункции левого желудочка. И наибольшие перспективы связывают со стропальным новым тестом и еще один ключ-вызоковым показателем, индексом деформации миокарда, систолическое сжатие левого желудочка, продольный систолический, так называемый, стрейн. Этот стрейн представляет усредненная степень сжатия 17 сегментов левого желудочка, в норме он вычисляется в процентах, в норме от 16 до 22%, то есть в среднем каждый сегмент левого желудочка во время систолы сокращается на 16-22% от своей исходной диастолической величины. И клинически значимым снижением вот этого показателя ГЛС считается снижением больше 15% от исходной величины. То есть снижение больше 15% от исходной величины, значит у больного есть скрытая начальная дисфункция левого желудочка. И на сегодняшний день четко показано, что вот это вот снижение ГЛС на 15% случается гораздо раньше, чем последующее снижение фракции выброса. И более того, это снижение ГЛС надежно предсказывает последующее снижение фракции выброса. То есть для нас это очень хороший звонок. Для кардиомониторинга можно воспользоваться и тропониновым тестом. Тест на определение некрозы миокарда. Каждый раз, когда мы назначаем энтрациклины, определенная часть кардиомиоцитов гибнет, и эту смерть можно зафиксировать по концентрации тропонина в кровотоке. Если уровень тропонина Ай с помощью высокочувствительного теста превышает 30 пг на мл, то это является экономически значимым. Повышение тропонина Ай, особенно стойкое повышение, является надежным предвестником последующего снижения фракции выброса и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. Лучше всего эти два теста использовать одновременно, тропониновый тест и расчет индекса деформации ГЛС. Они усиливают диагностическую точность друг друга. Если оба теста отклонены от нормы, снижен ГЛС и положительный тропониновый тест, то вероятность того, что у пациента в дальнейшем произойдет снижение фракции выброса равняется 94%. Если же оба теста нормальные, то нашему больному мало что угрожает. Вероятность того, что у него не разовьется дисфункция сердца составляет 97%. Хочу особенно подчеркнуть, снижение ГЛС, индекса деформации или положительный тропониновый тест свидетельствует о начальной скрытой дисфункции левого желудочка, и они не должны являться поводом для отмены противоопухолевой терапии. Вы ее продолжаете, но это является поводом для назначения кардиопротекторных препаратов с целью минимизировать риск дальнейшего более серьезного ухудшения функции левого желудочка. Следующий вопрос. Как часто больному, находящимся на терапии антрациклинами, надо выполнять эхокардиографическое исследование с расчетом фракции выброса, ну и желательно ГЛС? В современных приборах это есть. Расчет фракции выброса по сравнению с ГЛС – это целое искусство. ГЛС на кнопку нажал, а прибор практически сам считает. Как часто надо делать эхокардиографию? Перед каждым циклом, например, 4 цикла введения препарата мы делаем перед каждым. Или лишь только 2 раза – исходно и по завершении терапии. Правильный ответ? Второй – исходно и по завершении терапии. А почему? Потому что антрациклиновая кардиомепатия практически никогда не возникает в ходе самой химиотерапии. Она в 98% случаев возникает в течение первого года после завершения химиотерапии. Поэтому большой необходимости в измерении фракции выброса во время химиотерапии нет. Поэтому мы фракцию выброса у наших больных, находящихся на антрациклиновой кардиомепатии, измеряем исходно по завершении химиотерапии и через 6 месяцев после химиотерапии, затем раз в год на протяжении 5 лет. За одним исключением. Если планируется высокая дозировка, если кумулятивная дозировка будет больше 240 мг на метр квадратный, то здесь мы уже обязаны измерять фракцию выброса перед каждым последующим сеансом химиотерапии. Больному, находящемуся на тростозумабе, фракцию выброса целесообразно делать раз в 3 месяца. Также целесообразно одновременно с этим рассчитывать ГЛС, чтобы выявить дисфункцию левого желудочка. Ну и отдельно хотел бы обговорить тактику принятия решения в случае выявления явной дисфункции левого желудочка. Фракция выброса снизилась ниже нижней границы нормы и стала больше, чем на 10% от исходной величины. Поскольку часто это судьбоносный вопрос, то мы не вправе полагаться на эту находку, выявленную с помощью такого субъективного метода исследования, каковым является ультразвук. Поэтому мы должны эту находку подтвердить с помощью более точного метода исследования, магнитного резонансного исследования. И после того, как ультразвук будет подтвержден магнитно-резонансным исследованием, да, действительно, у пациента имеет место дисфункция сердца, больного направляем на консультацию к кардиологу, но окончательное принятие решения относительно продолжения или приостановки той противоопухолевой терапии, которая привела к развитию данной дисфункции сердца, этот вопрос остается за, решение этого вопроса остается за онкологом, путем сопоставления рисков и пользы от продолжения данной уже не потенциальной кардиотоксической терапии, а уже реально кардиотоксической терапии. Всякие бывают ситуации, бывает, что невозможно и отменить. Вернемся к нашей больной. Спустя три месяца после того, как она начала принимать в адювантной терапии тростузумаб, у нее появилась небольшая уставляемость, слабость, то, что, я как понимаю, появляется у большинства ваших пациентов. Но при клиническом осмотре никаких особенностей выявлено не было, давление стабильное, частота сердечных сокращений стабильная, фракция выброса такая же, как и была, немножко снизилась, но в пределах нормальных значений. На ЭКГ принципиальных изменений нет, однако при оценке индексов деформации миокарда у больной отмечается существенное снижение ГЛС на 30% от исходной величины, что говорит о том, что у больной имеет место скрытая начальная дисфункция левого желудочка, которая потом может развиться в тяжелую кардиомепатию. И отсюда следующий вопрос. Что дальше делать с терапией тростузумабом? Временно прекратить дождаться восстановления ГЛС, навсегда прекратить поискать альтернативу лечению тростузумабом, или же, как ни в чем не бывало, продолжить терапию данной пациентки? Правильный ответ. Третий. Продолжить терапию. Но звоночек прозвенел, поэтому здесь мы вправе назначить кардиопротективную терапию, защитную терапию, чтобы риск развития дисфункции левого желудочка минимизировать. Здесь мы вправе выбирать между ингибиторами АПФ, блокаторами ангиотензиновых рецепторов, бета-адреноблокаторами и статинами. Что же касается поголовного профилактического назначения кардиозащитной терапии всем подряд больным, которым планируется введение антрациклинов, то такой рекомендации нет. Только лишь по факту на сегодняшний день кардиопротекторные препараты назначаются по факту выявления скрытой дисфункции левого желудочка, выявленной с помощью тропонина А и ГЛС. Нашей больной была продолжена терапия тростузумабом под прикрытием блокатора ангиотензиновых рецепторов кандисартана, ну и план обследования, частота эхокардиографического мониторинга, естественно, не поменялась. Ну и в заключении хотел бы сказать, что главная цель кардиомониторинга это как можно более раннее выявление дисфункции сердца, когда еще пояс не ушел, когда еще изменения в миокарде часто носят обратимый характер, чтобы мы своевременно могли назначить кардиопротективную терапию и снизить до нуля риск развития последующей дисфункции. Если же, например, в случае антрациклиновой кардиомиепатии лечение задерживается, если по тем или иным причинам временная задержка между постановкой диагноза антрациклиновой кардиомиепатии и началом лечения теми же самыми ингибиторами АПФ проходит полгода и более, то шансов на восстановление миокарды нет абсолютно никаких. Шансов ноль. Ну и основной принцип кардио-онкологии, который используется во всем мире, кардио-онкология во всем мире уже выведена в отдельную дисциплину, индивидуальный подход каждому пациенту на основании коллективного решения онколога и кардиолога. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, когда вы говорили о кардиопротективной терапии, вы имели в виду статины и ингибитор АПФ, но это не является кардиопротекцией. Какие именно препараты вы имели в виду? Ну, это является кардиопротекцией. Ну, статины, пардон, это антипротивохолестеринемический препарат, ингибитор АПФ, ну да, для лечения ХСН. Есть единственный препарат кардиопротективный при лечении антрациклинов, это кардиоксан, который вводится до введения антрациклинов. Других препаратов для лечения кардиомиопатии, повреждений миокарды не существует. Во всем мире препараты… Ну, это для лечения ХСН, это общее лечение коронарное. Я кардиолог, я знаю, о чем я говорю. Статины мы здесь назначаем не с целью снижения уровня холестерина, а с целью восстановления эндотелиальной функции микроциркуляторного коронарного русла. То, на что бьет антрациклины. Ингибитор АПФ. Это является именно кардиопротекторной терапией. Ингибитор АПФ. Во всем мире ингибиторы АПФ, сартаны и статины при назначении больным с целью профилактики антрациклиновой кардиомиопатии называется кардиопротекторная терапия. Ну, больше ничего. Это общая терапия. То есть больше ничего. Но бета-блокаторы для… Я ее называю кардиопротекторной терапией. Ну, хорошо. Не называйте ее терапией. Это кардиологическая терапия. Хорошо. Это не кардиопротектор. Хорошо. А кардиоксан? Хорошо. Я хочу добавить, что онкологи давно отказались от кардиоксана. Ну, я знаю, давно. Я в курсе. А кардио… Это вы имеете в виду доктор… Это был препарат, который вводился до введения антрациклиновой. Отличная вещь. Уровень рекомендации 1А. Вы можете его назначать. Да, пожалуй, по кардиоксану нету никакой доказательной базы, что он защищал сердце. Он никогда не вводился до химиотерапии. Потому что антрациклины… Да потому что это неправильное введение. Професса Константиновой, Мария Михайловна. Единственное, так сказать, что можно сделать – это четко рассчитывать дозу и знать, когда надо остановиться. И плюс кардиопротекторы. Кардиоксан – это история сказки. Извините, а кардиоксан – это хилатор железа, да? Да. Я правильно говорю? Готов немножко вас подкорректировать. Уровень доказательности использования этого препарата для профилактики антрациклиновой кардиомепатии 1А. Единственное, только в некоторых исследованиях встал вопрос о возможном снижении противоопухолевой эффективности антрациклинов на фоне введения этого препарата. Поэтому на сегодняшний день 1А для больных с мистерстозирующим раскомолочной железы, где планируется введение дозы выше 300 мг на метр квадратный. Я тоже хочу возразить, потому что мой учитель Алмазов, и мы как раз эту тему начинали разрабатывать, когда вообще антрациклин появился в Институте онкологии. Это 1978-1980 год. И кардиоксан никаких, так сказать, промоутер идет в фармкомпании, и все. Я его лично не назначал, я оперирую данными мировой статистики. Я вам говорю о том, что было вот... Я прошу прощения, еще иногда при выступлениях московских профессоров звучат фразы для лечения... Я занимаюсь кардио-онкологией, поэтому для меня это очень болезненный вопрос. А назначение предуктала для лечения кардио... Для назначения других препаратов, улучшающих метаболизм миокардио, типа того же мельдония, что вы считаете по этому поводу? Я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Доказательной базы никакой нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги.